здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал древний рим или кольцо интересные заметки подписчиков значит на вот этот вот мой ролик удивительные вещи для тех кто не был в эрмитаже последний где я показал зал русской культуры первой половины 18 века и показал здесь значит интересный станок 1710 года где значит я обратил внимание на такую вещицу как рим болт ну у нас на работе знаете называется рим болт но подписчик любознательный знающий прислал мне вот такой интересный комментарий где объяснил очень интересно только в современном техническом русском согласно госту 47 51 73 года эта штука называется рим болтом и оставил мне вот эту значит тут ссылку я значит прошел ребята по ссылке и читаю рим 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 кольцо оба на ребята и тут я вспоминаю одну интересную вещь давайте значит прикинем что не рим а рим то есть рим очень запросто можно сказать кольцо и тут ребята я вспоминаю еще одну интересную вещь и выглядит она вот так грамота александра филипповича македонского о передаче земель на вечные времена благородным славянам в управление владычество пожалуйста проходит она ребята здесь все можете прочитать очень рекомендую вам значит ознакомиться вот с этой статьей про александра филипповича македонского и вот значит где по 36 параллель проходит это значит где подарил он вечное пользование славянам землю то есть давайте теперь прикинем что рим это рим а точнее это кольцо и это кольцо проходит вот так по всему земному шару то есть я предполагаю только ребята не надо сразу меня тут наезжать на меня что ты там ни хрена не соображаешься ты такой тупой а мы вот тут умные это всего лишь версия понимаете да и я хочу чтобы если эта версия верна и кто-нибудь что-нибудь слышал или видел или знает может быть пришлет мне подтверждение моей версии так прикидываем значит вот это самое кольцо то есть я предполагаю что и первый рим вот так допустим александр македонский сидел он в александрии построенной вот здесь вот тут вот северное побережье африки то есть было второе кольцо и было первое кольцо то есть все пер все эти три рима 1 2 и 3 очень даже запросто могли быть в одно и то же время но вы скажете да не но какой рим и рим это же два разных слова не ребята я вам сейчас кое-чего тут покажу значит вот тут вот описывается пишет он значит мы великий князь дух там македонские елы пал вот тут ведь суть дух сущность душа но он значит пишет про себя какой великий страшный ужасный и значит он пишет я день так читаем день ды и див это одно и то же слово то есть день и ды вот тут то я ребята и предположил что рим и рим это одно и то же а так как мы знаем что там на скандинавском это кольцо вот тут я и сделал вот эту интересную версию кто чего видел кто чего слышал присылайте пожалуйста так переходим ко второму интересному вот такому вот комментарию от моих подписчиков уважаемые камрады соратники великие русы истинные авиации все члены тайных обществ сторонники теории плоской земли а также все родственники анунаков и рептилоидов и прочее прочее извините кого не назвал вас всех очень много всех не запомню простите за сарказм ничего личного кроме шуток правда я к вам всем с одним деликатным вопросом который мне не дает покоя в последнее время скажите пожалуйста вы кого-либо слышали или знаете хоть одного средневекового поэта или писателя современника того периода времени который бы описывал свои литературные и не только литературные произведения в которых в которых бы хоть как-то упоминал строительство любых средневековых зданий закладки самимов самого фундамента то есть нуля скажем так если все поэты писатели как правило чтобы привлечь к себе читателя то он старается описывать события происходящие в его время к примеру при ссср когда строили коммунизм то все старались писать свои любовные романы и не только любом любовные плюс минус связанные с какой-нибудь стройкой скажем тот же солженицын описывая свой гулаг дает понять что что строили беломорканал а также маяковский описывал своих стихах разных стройках того времени вообще много классиков того недавнего советского прошлого которые хоть как-то намекали своих рассказах и стихах о стройке всех причит перечислять я смысла не вижу даже советский некий кинематограф этот шагал ногу со временем взять хотя бы фильм высота про монтажников а также весна на заречной улице про столеваров а также девчата про лесорубов которые что-то строили в тайге ведь тот советский жанр рассказывает об одном что там была так называемая любовь но прошу заметить настройки так сказать коммунизма но если брать в расчет писателей поэтам и поэтам древности то я лично не знаю ни одного который бы описывал свои романы при стройке средневекового скажем бама в кавычках в кавычках конечно если смотреть на старинные сооружения того времени во всех городах странах особенно санкт-петербург а также рим афины венеция и так далее стройка была грандиозная про пирамиды в каире гиза я промолчу я лично не слышал и не читал чтоб кто-нибудь из поэтаев или писателя в древности написал бы свой роман о той же любви любви при постройке скажем того же санкт-петербурга что какой-нибудь князь влюбился в крепостную маляшу что что-то в этом роде или при постройке колизея в риме также у кого-нибудь вспыхнули чист чувства кому-то или при постройке дольменов разных пирамид кто-нибудь описал не то что любовь хотя бы документально хоть как-то рассказал строительство с нуля пишут о чем угодно о пиратах о рыцарях о инквизиции о джуме ведьмах индейцах с которыми воевали и так далее а в основном про войны 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 даже пушкин чтоб заиметь авторитет у царя не писал про евгения онегина скажем что при постройке исаакиевского собора в санкт-петербурге евгений онегин клал кирпичи что-то в этом роде у меня после этого складывается свое мнение и возникает сам вопрос когда люди успевали строить такие громадные для того времени да и для нашего я бы сказал тоже здания если весь мир воевал в то время только не надо мне говорить что тогда была другая идеология да не спорю идеология идеологии конечно но у меня сосед дом строит то так о нем весь район говорит а в древности возводили строили прошу заметить что без современной специализированной техники такие сооружения и никому дела до этого не было даже на всевозможных ярмарках разным скоморохом и петрушечником смешно конечно странно тогда почему только такие тихони бунты в старину устраивали спартак богдан хмельницкий емельян пугачев сенька разин и так далее можете мне хоть что-нибудь изложить только без эмоций свой личный взгляд на этот на этот можно сказать почти легкий вопрос спасибо и вот тут значит он приводит интересную ссылочку которую я вам и рекомендую ребята посмотреть вот здесь значит есть вот такой ролик так кто это тут а максим крупенов что произошло 200 лет назад ну приятного вам просмотра спасибо за внимание присылайте свои интересные находки пишите интересные комментарии до свидания подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания пока 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 Продолжение следует...